всем привет с вами Ольга Чердова моя огородная азбука сегодня 2 марта и сегодня во время того как я отвечала на вопросы своих зрителей канала youtube я вот нашла один вопрос на который я хочу снять отдельное видео сегодня сниму вот видео про жирующую рассаду и про грунт который я готовлю в стаканчики насыпаю но начнем вот с этого Марина Захарова написала у меня вопрос не совсем по теме но нужно ли делать что-либо если рассада жирует срока рассады не указан это жалко с самой посадки я ее ничем не подкармливаю но видно приготовила очень плодородный грунт и сейчас моя рассада выглядит как с картинки коренастая насыщенно зеленая с крупными листьями не обрадоваться а я понимаю жирует опять очень жаль что не назвали сорт рассады потому что как я уже говорила есть рассада которая похожа что жирует но она не жирует как будем ее называть псевдожирующая возможно это не сильно страшно на начальном этапе и может будет и можно будет это исправить при перевалке сделав менее питательный грунт но очень хочется услышать ваше мнение сейчас я подойду к своей рассаде которую я тоже могу назвать как бы псевдожирующей я объясню и марине и особенно для наших начинающих огородников для которых большинство вот таких видеороликов подробных доскональных я снимаю что вы можете сами ошибаться что она жирует может быть она и не жирует вот начиная разговор о жирующей рассаде мне очень хотелось спросить у автора вот этого вопроса у марины какой срок рассады на которую вы подозреваете что она жирует ей неделя ей месяц или сколько ей и еще хотелось спросить какой сорт томатов вы подозреваете в жировании или у вас жируют все подряд или какие-то одни выделяются своими толстыми листьями толстыми стеблями для чего я это спрашиваю но вы наверное тот кто выращивал всякие вот разные сорта знают уже что вся рассада ведет себя по-разному вот вчера я подходила к этому лотку и как раз рассказывала про бетту что она у меня вытянулась что она вот такая что она не похожа на толстоногий сорт на штамбовый но есть ведь сорта которые именно толстоногие смесистыми листьями как вот марина сказала как на картинке да смотрите у них толстые мясистые листья ярко зеленые несмотря на то что стоят под простой лампой вот у меня простые лампы дневного света не какие-то там профессиональные но она выглядит так как будто ее или подкармливаю я или какие-то там особые у нее условия посмотрите какие толстые стебли ну вот она же совсем молодая она еще даже в 200 граммовом стаканчике еще без перевалки ну человек я не знаю них не хочу ничего сказать про марину как потому что я не знаю различает она эти сорта или не различает я сейчас буду говорить о начинающих огородниках и представим что человек не знает ничего например новичок и он вполне может вот такую вот рассаду принять зажирующую как я ее говорю а она то не жирующая псевдожирующая да она похожа и глядя вот я еще раз повторю глядя на эти толстые мясистые листья вот она как на картинке вот как именно марина и описала что у них зеленые листья у них такие вот все они такие хорошие толстые коренастые но эти сорта они такими и должны быть сейчас мы посмотрим сорт другого порядка который не толстоногий у которого листья совсем и листья и строения самого вот этого растения совсем другие хотя они посеяны в один срок и они выращиваются в одних условиях так сейчас вот мы на эти перейдем ну вот они например любой какой выхвачу вот любимый праздник несмотря на то что потом он будет и крупноплодным и ну как таким не совсем хилом смотрите какую него очень подождите у него тоненькая листовая пластина вот прям как шелковая вот она такая очень нежная видите как он гнущийся нежный вы попробуйте вот эту вот согнуть она толстая она такая как бы гофрированная совсем другая одинаковые условия одинаковые даты посева но растения совсем другие смотрите такая ярко зеленая такая специально раскрасили или чем-то это такая бледно зелененькая вот такая прям тоненькая еле живая вот эту разницу я и хотела узнать у автора комментария вся ли рассада у вас похоже на жирующие или у томатов с разными характеристиками сортовыми вы видите разницу для начинающих сейчас вам скажу что вот это рассада хотя она выглядит как жирующие это не жирующие характеристика сорта у них должны быть толстые мясистые гофрированные листья ярко зеленого цвета не важно какой сорт у меня здесь таких сортов много таких сортов много и вот такая и вот такая и вот такая тут у меня и челнок и настенька и демидов вот эти все полюс аляска таймыр все с северными названиями они все вырастут у вас вот такие вот типа как будто жирующие у них будет толстый ствол у них будет ярко зеленые листья еще раз для сравнения сравните или этот вот но он тоже не заморож у него все идет по плану у него раз два три четыре у него уже 4 листика листики нормально сформированные все у него такой стебелек такой какой он должен быть но они различаются все про жирование рассады если кто-то заподозрил рассаду в жировании сначала разберитесь какой это сорт не должен ли он быть такой всегда и если честно вот у меня никогда в жизни не было жирующие рассады вот на таком сталь на такой стадии чтобы были молодые чтобы посеяны всего месяц назад и вот при вырастании они уже начали жировать тем более никогда не жировали те сорта которые сами по себе так ивушки плакучие вот что батяня что вот этот любимый праздник что ну все сорта которые не не склонны к образованию вот таких толстых мясистых ствол этих листьев у которых не толстые стебли вот не толстая ножка они очень редко но у меня ни разу не было чтобы жировали и не знаю что им нужно сделать но конечно если вы их подкормите но от марина говорила что не подкармливала если их подкармить раз до второй раз азута содержащим до трети может быть они растолстеют но делать этого ни в коем случае нельзя он должен быть такой пусть он будет такой тоненький нежный плакучий он такой должен быть а этот пусть будет толстый мясистый ярко зеленый он тоже таким должен быть все томаты разные и вы должны если вы начали заниматься огородом вы должны различать их и понимать эти различия вот эти томаты они и так такие. Не бойтесь, что у вас рассада жирует. Не знаю, может быть. Правда, напишите в комментариях, кто опытный, кто много лет выращивает, может ли такая маленькая крошечная рассада жировать без дополнительных наших подкормок. Я вот знаю, что я ничем ее не подкармливала и подкармливать не собираюсь. Я не боюсь жирования, потому что его априори не может быть. И вот тот грунт, который в стаканчике я даю изначально плодородный, питательный, они его сейчас сожрут за этот месяц, все высосут. Им так хоть хватило бы, так это объема 200 грамм, им уже не до жиру. Ну все, до свидания.